Ну что ж, друзья мои, действительно это так, Сергей Асланян в Женеве, а я Олег Дмитриев и, собственно, как-то надо установить нам связь в прямом эфире с Сергеем, с моим коллегой, вот именно для этого, видите, меня для технической цели такой оставили в студии, я не переживаю, не жалуюсь, я говорю вам добрый вечер, в эфире радио Финам.Ф, программа Экипаж, ну и какое-то время вы еще послушаете мой голос, я вас приветствую. Ну, традиционно, наверное, стоит напомнить, телефоны прямого эфира, хотя прямого эфира не будет, поэтому напоминать я их не буду, извините, уж так у меня по инерции это дело пошло. Итак, Сергей сейчас из Женевы, он у нас на связи, давайте я послушаю, насколько эта связь установлена. Сереж, добрый вечер, в эфире. Да, добрый вечер, Олег, добрый вечер, Москва. Рассказывай, как там в Женеве, у нас холодина такая, что мама не горюй. Ну, здесь на самом деле тоже постоянно свежий горный воздух, поэтому мама тоже не особо горюет, хотя, конечно, разница определенная есть. Но самое главное, Женевский автосалон, он такой несколько двухслойный, есть события первого порядка, они знают все, обычно пишут все и реагируют на них все, это премьеры, концепты, ухты, ахты. Но специалисты приезжают на Женевский автосалон для того, чтобы посмотреть на новости так называемого второго порядка, а это на тенденции, концепции, для того, чтобы определить, во-первых, самочувствие целой отрасли автомобильной промышленности мировой, европейской в частности, понять, что происходит на рынке и, что самое главное, то, над чем работают и над чем имеет смысл работать, а над чем нет. Вот это, конечно, более любопытная страница, потому что когда года три тому назад Феррари перепугала всех на полном серьезе своим гибридным автомобилям, стало понятно, что отрасль находится в таком несколько истеричном состоянии, потому что здравого смысла в этом ноль, но если даже Феррари повелась на подобный социальный заказ, значит, действительно, очень серьезные трудности. Вот сейчас уже понятно, куда именно плывут те же самые гибриды и насколько это не касается серьезных и весомых игроков уровня Феррари. Все-таки их задача быстро ездить и за это получать с клиента очень много денег. Гибриды остались, но они перестали быть пугающими и самое главное, что тенденция это грядущие в 2018 году нормы Евро-7, под которые в Европе, по крайней мере, планируются так называемые зоны нулевого выхлопа. То есть те самые участки, вот как у нас Собянин бьется, чтобы у него в Кремле был свежий воздух, в Европе такое будет происходить, там некоторые территории будут объявлены, в принципе, только под велосипедистов и скейтбордистов, даже собачек с расстройством желудка пускать туда не будут, ну, некоторых людей с хорошим приятным дыханием, освеженным жевательной резинкой пускать будут, машины нет. И если ты живешь неподалеку, у тебя будет задача, нужно будет на электрической тяге выехать за пределы запретной зоны и дальше уже по нормальной дороге двигаться. Вот то, как реализуется эта идея, совершенно блистательно, потому что Citroën и друг его Peugeot показали, наконец-то, гибрид, но уже пневматический. Машина, у которой двигатель при определенных режимах накачивает в резервуар воздух, и когда нужно пробраться сквозь зону абсолютно стерильного дыхания, человеческого, природного, нажимаешь на кнопочку, пока еще, и едешь уже на пневматической машине. Я думаю, что ироничные американцы, у которых такая же проблема есть, но тем не менее Европу они не очень признают как новатора, они рано или поздно снимут какой-нибудь боевичок, где главный герой Шварценеггер будет гоняться за каким-нибудь отпетым негодяем, у негодяя будет суперновинка гибридная машина пневматическая, он метким выстрелом попадет в этот самый баллончик с воздухом, и все будут наблюдать, как воспарит воздушный шарик и вместе с ним отрицательный персонаж. Это очевидная слабость, да, в этом случае гибрида? Очевидная слабость, можно попасть в этот баллончик. Она не то чтобы слабость, но это конструктивная особенность, которая вызывает легкую тревогу. Когда у тебя на борту, например, автомобиля производится водород, это немножко тревожит. Конечно. Когда в свое время, в 1958 году Форд показал модель, работающую на ядерном топливе, это тоже вызывало определенное содрогание, хотя и было интересно. Вот сейчас появились климатические машины, но они уже есть, и они уже предъявлены как вполне себе образец, способный к перемещению, и это очень правильно, и очень любопытно. И таким вещам самое место именно в Женею, потому что показать их просто, например, где-нибудь в рамках презентации на уровне собственной фирмы неинтересно. Здесь их заявляют миру, и по реакции специалистов понятно, насколько серьезна, либо несерьезна та или иная идея. Ну и, кстати, какова реакция? Серьезна эта идея или нет, на твой взгляд? Они смотрят, специалисты смотрят на это с большим интересом, потому что понимают, что как резерв, да, ведь воздух, он же ничего не стоит. То есть везти водород на борту автомобиля гораздо дороже, чем просто закачать в баночку немножко воздуха. Воздушный шарик, он как минимум веселее и дешевле, чем реактор на борту автомобиля. И с точки зрения технологии, очень изящно и блистательно. То есть просто, пока еще не очень дешево, но абсолютно сердито. И главное, что эта штука едет. Особый юристический оттенок в том, что два одинаковых автомобиля, один называется «Сестроен», другой называется «Пежо», и у них при одинаковой технологии разный расход топлива, но он не превышает 3 литра на 100 километров. 3 литра на 100 километров. Это тоже большой задел. Это здорово. 3 литра бензина на 100 километров, а все остальное, пожалуйста, на воздухе. Идея вполне продуктивная. Еще одно направление, которое вот здесь довольно неплохо реализовано, это газовые автомобили, потому что раньше газовые машины были всегда уделом ченгеров. Где-то в гараже тебе могли поставить что-то приличное. А здесь уже «Ауди» показала заводскую машину, у которой действительно есть альтернативная топливная система газовая. Всегда интересно посмотреть в Женеве, кто выжил, а кто не выжил, какие перспективы. Например, американцы в Женеву обычно не ездят, и все-таки Европа и американские автомобилистроения, они плохо пересекаются. Но «Шевроле» сейчас именно здесь устроил мировую премьеру своего «Шевроле Корветт Кабриолетт». Машина удивительная. И в Европе абсолютно логично, что она будет пользоваться спросом. То есть это один полюс. Также здесь, конечно, вершины – это все «Роллс-Ройсы», «Бентли», «Феррари» и «Ламборгини», которые тоже отметились. Но на этом фоне любопытно всегда наблюдать за китайцами. И Европа с определенным крепетом смотрит, какие именно они предпринимают шаги. Одно время они приезжали сюда с абсолютно неликвидными поделками, доставали какие-то ржавые железки, отряхывали их об коленку и писали фантастические цифры. Типа, эта машина не потребляет топлива, а наоборот производит его, и в результате 100 км пробега делает 5 тонн бензина. Ну, они совершенно лепили здесь от Горбатова удивительные чудеса. А сейчас приехала фирма «Корус». «Корус» – это китайско-израильское совместное предприятие. Она заявилась только недавно. Ее буквально три дня тому назад не было, а теперь она есть. Она заняла в павильоне очень престижное место, выкатила сразу целый модельный ряд, и тем самым собрала, конечно, именно специалистов с логарифмическими линейками, и здесь применялись ролями. Обычно китайские шпионы лазер по европейским машинам и смотрят, как надо делать автомобили, а здесь наоборот. Теперь европейцы, правда, без логарифмических линеек смотрели на китайцев. Но потом у всех от сердца отлегло, поскольку они вынесли ненадушную точку зрения, такой вердикт, и сказали, а, ну, все понятно, это все-таки пока еще Китай. Но китайский игрок один, и, как правило, каждый год новый. Эти игроки не повторяются. В этом году практически никак не представлена автомобильная история. Многие фирмы от себя привозят, ведь раньше в Женеве, здесь же, в этом комплексе ПАЛ-Экспо, был национальный автомобильный музей, но он состоял только из частых коллекций. В 2008 году не осталось денег на его содержание, поэтому коллекционерам сказали спасибо, и распустили их по домам с уникальными автомобилями. С тех пор на Женевский салон потихонечку, полигонечку привозят из уважения к себе, а также, чтобы подчеркнуть традицию, что-нибудь из запасников заводских музеев. В этом году крайне скудно. То есть очень мало подобных автомобилей, и примечательно, что хорошо выступили японцы, потому что Митсубиси привезла машинку, и то, что в ней угадывается Рено 70-х, это абсолютно не важно. И Субару притащила машинку 360-ю, ту, с которой только-только начиналась сама фирма. Они, конечно, не пишут, что это именно тот автомобиль, продажи которого были судом Соединенных Штатов запрещены. То есть в Америке сказали, что это не автомобиль, продавать нельзя. Но как точка отсчета, очень неплохо, потому что сейчас фирма явно не на подъеме, но когда смотришь на нее в сравнении с остальными грандами, да, ребята выглядят, может быть, немножечко чахло. А когда смотришь, с чего они стартовали и к чему они пришли, конечно, уважения становится уже больше. И эта история, она здесь очень хорошо подчеркивается всем остальным рефреном поислования. Но, конечно, когда рядом стоит Ягуар 120-й, вот это она великая история. Или Астон Мартин, дебилер 1-й, 57-го года, это автомобили, которые в целом поднимают статус самого мероприятия. А в остальном, конечно же, конечно же, да, вот она, Женева, Женева знаменита своими премьерами. И основной плац журналистов приезжает сюда посмотреть на те машины, которые будут. А с 7-го числа, когда журналисты иссякнут, сюда придут люди. И чем хороша Женева? Это придут покупатели. Это будут не теоретики, которые просто начнут сублимировать свою энергию и порывы и серии. Ах, неплохо было бы раскрутить тапу на вот этот кабриолет. Нет, придут реальные люди, которые посмотрят на эти машины, делают свой выбор, и через месяц-два-три придут в автосалоны и это же самое возьмут. Потому что на улицах Женевы, просто города Женевы, все то, что здесь стоит, оно все ездит. Любых годов выпуска, любого технического состояния, как правило, абсолютно идеального состояния, это все тут присутствует. Поэтому забор достаточно условный между выставкой и остальной жизнью. Теперь о премьерах. Премьеры тоже разного совершенно уровня. Потому что есть, например, автомобиль Феррари, посмотреть на него нереально, потому что он как кусочек хлеба журналистами намазан в три слоя, как маслом обычно. То есть не пробиться, просто не пробиться через толпу. Абсолютно. И это очень здорово, потому что фирма Феррари тем самым помогает всем остальным журналистам, забав на себя 90% прессы, она тем самым освободила остальные стомби, можно спокойно пройтись и пофотографировать все остальные автомобили. Что здорово, потому что Феррари будет камнем преткновения в течение всех дней, сколько выставка длится. Причем понятно, что Феррари купит очень мало народу, но говорить об этом будут все. То же самое, как Бентли в кои-то веки новая модель. Там Роллс-Ройс. Роллс-Ройс Райв, автомобиль очень редкий, заход в другой класс. Роллс-Ройс делал... Сережа, дорогой, извини, у нас, к сожалению, время, сейчас новости на Финал ФМ. Я очень рад был тебя слышать, и успехов тебе в твоем нелегком труде. Мы тебя слушаем завтра, всего хорошего. Теперь мы, наконец-то, с вожделением переходим к обоюдному общению. Телефон студии 6510996. Муки вашего выбора. На линии у нас Николай. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Сергей. Вот сейчас езжу на X-Trail 2.5, который пресловутый вариантер. Но 74 тысячи пока никаких проблем. И присматриваюсь к другой машинке. Конечно, хочется XC90, но по деньгам дороговато получается. Как альтернативу, смотри на Defender. О, Freelander. Freelander второй. А, это серьезная разница между Defender и Freelander. Да, я все чувствую, конечно. Нет, Freelander, конечно, оговорочка, извините. Ну да. Freelander второй, конечно. Но единственное, что пукает по этой машине, это дорогой сервис. И натихание по эксплуатации слишком часто и поломки. Но, VOLVO, если XC90 рассматривать, то на трехлеточку, в принципе, потяну. Здесь, конечно, можно нарваться на какие-то крутки. Послушайте, Николай, ну, во-первых, вы не испугливых. Вас не испугал X-Trail 2,5 на вариаторе. Тем более, что в ваших руках он нормально отъездил 74 тысячи. То есть у вас и руки золотые, и правая нога тоже. Вы не так резко педалируете на этом автомобиле. Поэтому жизнь и здоровье вы ему сберегли. А вот Freelander второй и XC90, они же по цене? В общем, Freelander дотягивается до 90-го? Нет. Ну, скажем так, можно за 1,35 взять. Томатом дизелек хороший, ну, 150 лошадиный. Ну, как бы стартовый такой вариант получается. Да, да, да. Ну, да, потому что Хассета, он практически лимон 900, ну, и там со всякими копейками. Правда, тоже дизельный. Да, 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 около того. А вот трехлетка, конечно, получается уже там поинтереснее. 1,2, 1,3 где-то. А у трехлетки сразу получаются проблемы, потому что у него там какая-нибудь свернутая коробка, там же какие-нибудь проблемы по приводам, ну, и, естественно, вы должны будете найти тот достоверный сервис. Вы же не поедете к официальному дилеру с этим. Как только вы туда приехали, это называется, пришел Николай и сказал, слушайте, ограбьте меня, пожалуйста, не люблю, чтобы в подворотке, хочу, чтобы ограбили в сервисе. Тем более, вот у меня, например, Хосе 90-х, сколько было под наблюдением, там и сервисная сеть сама по себе просто, ну, мягко говоря, лукавая. Проще говоря, бандиты с большой дороги. Они массу отзывных компаний проводят тайком от клиента, списывают огромное количество всяких разных запчастей в свою пользу, причем часть из них все равно приходится оплачивать, как это ни странно. Это зверски дорогой сервис, и вот у меня был, например, под присмотром бензиновый Хосе 90, он за гарантийный период две коробки поменял. То есть, представляете себе, насколько хорошо рассчитана вся эта конструкция. И на вторичном рынке вы попадаете на машину, у которой в анабнезе, в принципе, была клиническая смерть. Просто вы не знаете, она выпала на вашу долю, или первый хозяин уже что-то с этим делал. Причем, если вы, например, вступаете в хорошее дипломатическое отношение, приличный человек продает Хосе 90, вы ему говорите, слушайте, а давайте на сервис съездить? Он говорит, да, конечно, давайте. А можно посмотреть биографию вашей машины? Вы где обслуживались? Ну, вот там-то и там-то. И вы с ним, ведь владелец Вольвер, это, как правило, заведомо более порядочный человек, чем, например, владелец БМВ. Ну, не бандит он. Вы с ним приезжаете, ну, мы хотим в это верить, вы приезжаете к официальному дилеру. И хозяин, владелец говорит, вот, пожалуйста, запрос официальный, дайте мне перечень всех работ, которые были произведены за три года моего владения. И тут у него глаза на лоб лезут, у вас волосы дыбом поднимаются, потому что выясняется, что там под эту машину списали невероятное совершенно количество деталей. И там может оказаться просто, ну, все поменено по второму-третьему разу, а из этого следует обратная картина, что не меняли ничего, а украли все. И здоровье этой машины, оно вообще уже не поддается никакому анализу, вы, в принципе, не поймете, там действительно они поменяли это или не поменяли. И, то есть, вы получаете кота в мешке практически в 100 случаях из 100. Даже если реально хороший человек ездил и ничего такого с ним не было, он говорит, послушайте, Николай, знаете, да не было у меня вот этой замены, и вот этого не было, и вот этого не было. После чего вы приезжаете уже в какой-то там неофициальный, ну, условно говоря, Моторс 88, есть там приличные ребята, убежавшие из Обухова, хорошие, толковые люди. Там есть еще несколько вот подобных сервисов, и начинаете с нуля, и они вскрывают, говорят, знаете, а вот тут никогда не ступала рука мастера, а вот тут никогда никто не ковырял отверткой, а надо было бы. Хосе 90, он хорош пока новый, пока на гарантии. Ну, насколько может быть он хорош. Поэтому не стремитесь на вторичном рынке. Если вы ходите по первичному рынку, что правильно, значит, наметили себе фрил. Фрил, чем интересен? Вот те, кто на лендроверах не помешан, ну, есть же такие люди, у которых эта болезнь все-таки не затронула жизненно важные органы. Ну, так, лендровер и лендровер. Я не считаю тебя таким, не помешан. То есть, вот, ты год назад совсем не обратил внимания, а сейчас вот дорос, наверное, как-то. Ну, либо он стал красивым настолько, что уже было нельзя не обратить внимания. И вот фрил, значит, с точки зрения лендровера, вода или лендроверолога, фрил – это изумительная машина, потому что он по отказам гораздо реже попадает в сервис, чем, например, дискавери. И с позиции вот человека, у которого, например, перед глазами разворачивается биография какого-нибудь диска, там, сосед, например, он понимает, что это просто хлам. А тут вдруг фрил, и выясняется, что это здоровяк. Не потому, что фрил реально безупречная машина, а просто потому, что на фоне дискаря он обладает титаническим здоровьем. Но это говорит только о том, насколько падок до поломок и, в принципе, ломуч дискавери. Фрил, вообще, он теперь вот уже претерпел на конвейере второй рестайлинг. Это большая редкость. Обычно один рестайлинг, машина снимается, здесь уже два рестайлинга. То есть у него третья реинкарнация в один период жизни. В принципе, сопли все подобрали, детские болезни вылечили. Насколько англичане с индусами это могут сделать? И он реально лучше, здоровее и качественнее, чем любой другой Land Rover-Range Rover. И двигатель у него, вот этот дизелек 150-сильный, классный дизелек, тем более, что... Да, понравился. Он... Поздравие. И чем он хорош, тем, что он не имеет никакого отношения к фирме Land Rover. Ну, вообще никакого. Потому что его сделала фирма Peugeot. Вместе с Ford. Могут же, однако, европейцы. Не верно им это сделать. Ну, Николай, больше того, вам скажу. Лучшие дизеля в Европе в классе до двух литров это Peugeot. Вот 2,5-3 литра, да, это уже BMW. А до этого момента замечательно совершенно главенствуют французы и переплюнуть их нельзя. То есть, Freel где-нибудь за Limon 350. Это машина, которая очень хорошо и очень выигрышно смотрится на фоне любого Land Rover. Но на фоне вашего X-Trail у вас будет изумление. Потому что ваш X-Trail беспроблемный, тем более в ваших заботливых руках. А Freel, он не будет с вами церемониться. Он скажет, значит так, Николай, я англичанин. Мне, пожалуйста, овсянку по утрам. Five o'clock'е и вообще я не могу. Вот это он вам будет регулярно подкидывать. Для апологета марки это нормально. Ну как же, родной Freel немножечко капризничает. Гидрач может полететь, наверное, да? А что не может? А что не может у него вытечь? Вот что не может у него накрыться? В принципе... Товарищи просто так и случилось. Он в дороге где-то был, его два раза эвакуатором забирали. Гидрач полетел у него. Вы в любом случае после японца пересмотрите свои оценки мирового автопрома. При том, что ваш японец тоже русских кровей русской сборки. Да. И все равно чисто британские лорды, которые в городе Салихал стоят на конвейере, а я видел людей, которые стоят там на конвейере. Знаете, там бледнолицого я не видел ни одного. Там стоит Пакистан, стоит Вьетнам, и стоят такие люди из таких стран, что я даже на карте этого не найду. И вот они, прикидываясь британскими лордами, именными отвертками, куют ваше будущее счастье. Вот представьте себе, какая прелесть вас ждет. Понятно, понятно. Так может быть, Сергей, какая-то есть еще альтернатива? Может, вы подскажете независимым таким взглядом? А ведь... На что посмотреть? Николай, вы же со своим бюджетом в миллион триста пятьдесят вышли на широчайший простор. Потому что здесь все. Здесь все корейцы, здесь Тигуан, Ку-третий, Йети, здесь Спортедж, здесь Коптива. Вот в любую сторону. Вы вышли на оперативный простор, и можете, знаете как, налево пойду, направо пойду, прямо пойду, захочу развернусь, пойду к японцам. И очень много машин. Вы же не торопитесь. Вы же спокойно можете объехать салоны, посмотреть, примерить. У одной машины это, у другой машины то. Здесь такой плюс, здесь сякой плюс. Тем более, что фрилом вы не заморочены, вы не заболели. Да, неплохо, но тревожно. Есть какие-то другие машины. Мне нравятся квадратные формы, скажем так, прямоугольные. Знаете, будь моя воля, я бы ездил до сих пор на Чироке. Потому что этот кирпич мне нравится больше всего. Но, к сожалению, у него, кроме мотора, у него ничего нет. Все остальное, это большие трудности. Николай, когда купите, позвоните, расскажите, потому что интересно, к чему вы пришли. Михаил у нас. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Сергей. День рождения вас, во-первых. Спасибо. Вопрос такой, да. Сейчас, во-первых, я в шестнадцатый год езжу на машинах одного и того же детского концерна. И сейчас этот концерн сказал, что в Калуге будет делать модель чисто на Россию. Конкретно, Шкода Роби. Отсюда вопрос. Вот помнится последняя модель, которая делалась чисто на Россию. Это был присловутый фольст-1 Гол. Который был склеен непонятно из чего. Точнее, понятно из чего. Я эту машину разбирал чуть-чуть не по винтикам. Ух ты, а у вас какой, Михаил, у вас какой был Гол, который был Пойнтер 1.1 или 1.8? 1.8. Я не понимаю. Моторов меньше полутора литров, поэтому 1.8. Но дело даже не в моторе, а в том, откуда была там подвеска, из чего там был собран кузов рулевая и так далее. Вот. Вот мне интересно. Этот Рокид, это будет что-то по аналогии с тем самым Функерштейном-Голом, вот, или все-таки Шкода-Вак сохранит за собой какие-то остатки совести и попробует сделать приличную машину. Михаил, внимание, правильный ответ. Это будет полуседан. Секундочку. То есть это платформа полуседаном, просто с шильдиком от Шкоды. Да, да. Но это будет более выигрышная машина. Вот представьте себе целевую аудиторию, под которой это делали. Если полуседан, это достаточно пожилой человек, изможденный девяткой или девяносто девятой машиной, и пересевший на то же самое, просто сделанное в другой стране, то Рапид, он придуман для европейца, причем для молодого, для человека, которому хочется быстро, хочется резво, но уже есть семья, и не получается иметь, например, двухместную пулялку, нужно иметь четырехместную. Меня больше всего поразило в списке опций Рапида, вот только вдумайтесь в это, блокировка дифференциала. Это говорит о том... Секундочку, секундочку, она же переднеприводная, какая блокировка дифференциала? Вот такая блокировка переднего единственного дифференциала, и это говорит о том, что данная машина, она с огромным потенциалом, в том числе спортивным, причем это сделано для Европы, эта блокировка дифференциала идет на европейскую комплектацию, а не на российскую. Поэтому, то есть и на российскую в том числе, и по моторам там очень интересный выбор, вы можете взять и TSA 1.2, то есть 105 лошадей, вы можете взять турбодизель, там очень много интересного по оборудованию, и вообще машина сделана, в отличие от полоседана, с большей любовью. То есть полоседан его бросили к нашим ногам, а Рапид его выпистывали, его сделали, его создали, поэтому это заведомо более интересная машина. Она будет скоро специально для нас, не забудьте пойти и купить. Перерыв на новости. Приятные беседы на автомобильные темы в прямом эфире, телефон студии 6510996. На сайт пришел вот какой каверзный вопрос, хотя, казалось бы, изначально он ничего кроме простоты не содержит. Александр говорит, здравствуйте, Сергей Степанович, скажите, пожалуйста, как вам дизайн новых поколений Lexus и Infiniti? И что вы думаете о современных тенденциях в дизайне автомобилей? Вот это очень точный вопрос, очень правильно сформулированный. В принципе, даже не важно, что именно из себя представляет новое поколение Lexus и Infiniti, важно то, каким путем идут японцы. Они упорно идут одним и тем же путем. Есть такой великий и, к счастью, наш современник, живущий поныне, но уже не работающий, автомобильный дизайнер Поль Брак. Поль Брак – это тот человек, который создал лицо современных BMW, он сделал лицо современных Мерседесов, все остальные являются всего лишь последователями. Причем Поль Брак, будучи французом, очень долго работал у немцев, потом вернулся к себе во Францию. Во Францию он был не востребован и, в общем, через какое-то время подался в живописце. Сейчас он с колоссальным успехом занимается, например, оформлением промышленной дизайны, интерьеры. Я видел его работу, эскизы по оформлению ресторана. Блистательно. Вот мастер, человек, который делал автомобили, он также талантливо может сделать дизайн чего угодно, в том числе и помещение. И вот Поль Брак сказал, что нельзя делать автомобиль, который будет нести в себе идею концепт-кара. Концепт-кар, он должен быть яркий, броский, он должен ошеломить проходящего мимо человека. Но когда этот концепт-кар выкатывается на улицу в повседневность, в грязь, в дождь, в слякоть, он меркнет. Потому что вычурность его формы, она настолько затмевающая и нерациональна, что вызов-то она, конечно, бросила, но этот вызов сиюминутный. Ты один раз кинул взор и дальше уже пошел. Может быть, даже сказав «ах». Японцы вот этого основного постулата, классического постулата профессионального дизайнера, либо не расслышали, либо никогда не знали. Они сейчас идут, особенно в «Инфинити» это видно, они идут по пути вот такой нарочитой броскости. Им хочется обязательно кинуть в клиента что-нибудь, чтобы он на это обернулся. И он действительно оборачивается, особенно когда они презентуют свои машины на американских салонах, там на Детройтском, например, или на Нью-Йоркском. Кстати, иногда заезжает в Лос-Анджелес, солнышко вокруг. И ассоциативный ряд человеков в восприятии, вот он пришел и с хорошей погодой, и с чистого места на подиум, и там увидел автомобиль. Да, вот здесь происходит совпадение с целевой аудиторией. Но и «Лексус» и «Инфинити» это два бренда, уже шагнувшие в Европу. Европа это не Калифорния абсолютно. И это два бренда, пришедшие к нам. Кардинально, вот мы здесь являемся третьим миром, вот с какого боку не считай, что слева направо, что справа налево. Мы являемся третьим миром, страной третьего мира и по сути своей сильно отличающейся от Европы. И этот дизайн, он остается таким же броским, но он абсолютно не повседневным. Вот, например, то, как сделала «Инфинити» со своим FX нынешнего поколения. Это же машина Бэтмена на анаболиках. Да, первый FX это был тонкий баланс между концептуальностью и уместностью. Да, летающая тарелка прилетела на наш огород, но летающую тарелку-то мы, конечно, воспринимаем. А здесь уже такая рогопега. И японцы, один раз отследив вот этот импульс человеческого восторга, считают, что он будет сопровождать их постоянно. Японцы вообще считают многие вещи незыблемыми. Они привыкли смотреть на свою Фудзияму? Ну, последние 20 веков у Фудзияма не сильно изменилась. Вот им кажется, что и мир так как-то тоже не особо меняется. Это хорошее послесловие к истории империи, но только это неправильно в автомобильном дизайне. Конечно, японцы меняют облик своих машин стремительно. Через три года рестайлинг, через семь лет машина покидает конвейер. Но это, тем не менее, машина одноразовая, одна на один взгляд. И это тупик. До тех пор, пока они будут вот столь самостийны, вот до тех пор они будут делать машины, которые в момент поступления в продажу вызывают восторг, и тут же ажиотажный спрос. Потом этот спрос обувально рушится. При том, что и у Лексуса, и у Инфинити работают европейские дизайн-студии, особенно у Лексуса. У него, например, в Ницце сидит дизайнерское подразделение. Наш великий художник и рисовальщик, автомобильный дизайнер Владимир Пирожков именно оттуда приехал со своим потрясающим багажом. Но принятие решения находится у японца. И когда конкурирующие дизайн-студии дают по три, по четыре разных версии, и потом сверху садится самурай, и, не глядя ни на что, говорит, вот это. И все говорят, да, конечно, великолепно, мы берем именно это. Василий на линии. Здравствуйте, Василий. Добрый день, Сергей. Постоянно вас слушаю. И при советах выборе кабучков от Peugeot, Renault и Citroen, вы советуете Peugeot Citroen. А Кенгу почему-то всегда никакие. Вот хотелось бы знать, что именно к нему не нравится. Он немножко недоведенный до ума. Французы, например, взявшись за подвеску, решив сделать серьезную плавность хода и большие хода, в принципе, большие хода, они в результате получили подвеску у машины, у Кенги, валкую. Ее в повороте уронить не проблема абсолютно. Вы входите порезче, подрубаете ее рулем, ну, объезжая, например, кирпич или люк. И почему-то у вас машина падает на бок. У Peugeot такого нет. Peugeot всегда занималась отточенной управляемостью. Реношники, они в основном на удобство на эргономику. В большинстве Renault удобно сидеть. В Renault, например, удобно работать. Там угол раскрывания дверей, вот кубатура этого грузового пространства, организация его. Да, все очень грамотно. По ездовым характеристикам, они на последнем месте. И когда разрабатывали машину, как она будет ехать, было неважно. Потому что французскому Месье достаточно будет булочки свеженькие привезти. И неважно, с какой степенью безопасности управления или тормозной разгонной динамики он это сделает. Взял туда кубометр булочек, медленно привез через пробки, уехал. А Peugeot и Citroën, они делают машину в расчете на то, что да этот молодой Месье еще и Руб 40 в поворот ввалить захочет. И они над подвеской работают очень серьезно. При том, что Peugeot и Citroën не то, что не уступают по удобству с точки зрения рабочего инструмента. В Peugeot и в Citroën хорошо работаются. Но там не считают, что есть какие-то задачи первого порядка, а есть задачи второго порядка. Пока одни работают над дизайном, другие над эргономикой, третьи работают над крутящим моментом двигателя, а четвертые работают над подвеской. Поэтому Peugeot, она поплотнее, получше, поточнее ее брат Citroën. А тем более, вот с тех пор, как специально под наш рынок фирма Данжель взяла и поставила блокировку дифференциала на Citroën, получился Citroën Berlingo Truck. Ну, ребята, вот это великолепно. Да, это недешево. Но получить вот так вот машину с серийной блокировкой дифференциала, причем коммерческую машину, на которой можно зарабатывать деньги, а потом свободно от зарабатывания денег, возить семью. На мой взгляд, это более честный подход. Поэтому Renault, оно очень компромиссно. Peugeot, в нем компромиссов меньше. Мы же тем более с вами машину, Василий, берем ни на день, ни на два. Может, жизнь сложится так, что мы на ней будем ездить пять лет, может быть, семь, может быть, десять. Ну, так бывает. Ну, для, как бы, не для Москвы, где дороги, направление. То есть, Торсионо-Подъездка, мне кажется, она будет лучше. Третье. Знаете как, нельзя сказать, что это вот тот же самый вечный спор между рессорой и пружиной, например. Рессора, она лучше нагрузку держит. Или, например, пружина. А Торсион или Макферсон. Это зависит от того, как сделаешь. Peugeot, они молодцы, они умеют это делать. Но вот когда тому же, например, Citroёну, Берлинга, они взяли и задрали дорожный просвет до двухсот миллиметров, для наших направлений, в сочетании с блокировкой дифференциала, по-моему, это еще лучше. Реношники себе такое не позволяют. И вы Рено загрузили, она у вас сразу пузом по земле раз, и заскребла. А Peugeot напряглась, сказала, ну, конечно, много, но я поехала. И поехала. Спасибо. Да, спасибо вам. У нас Игнат. Здравствуйте, Игнат. Здравствуйте, Сергей Павлович. Вопрос следующий. Сейчас использую автомобиль «Крузов-Срадо» 120-й. В комплектации. Так. В следующий момент пробег в районе 105 тысяч автомобиль с 2008 года используется. В пробеге где-то 50% по городу, процентов 30% по трассе, процентов 20% по такому хорошему бездорожью. Ух ты. А где бездорожье-то вы специально выбираете, или так же и складывается? Так же и складывается. Приходится. Езжу на охоту сейчас. Иногда в Астрахань, езжу на рыбалку. Ну, такие бывают путешествия затяжные. Игнат. Сейчас вот ездим куда-нибудь за границей. Ой, это красиво. Это же замечательный сценарий. У вас универсальная машина, которая под это подходит. А вы уже задумались о замене? Вот вопрос. Что делать дальше? 105 тысяч – это не возраст. Ездить дальше. Потому что 150-ка, ну, в общем, конечно, сырая она. Ее будут доводить до ума. Да, она тоже много чего может. 120-ка лучше. Вот по всему лучше. Ну, вопрос такой. Автомобиль 3 месяца находится в Европе летом. Соответственно, цены на бензин. Люди просто удивляются иногда. Выше 100,5-4-х литровый двигатель. Спрашивают, как вы там живете? Ну, вы... Наход топлива там минимум 17 литров. Вот до этого просто были дизеля. Я ездил на Сантафе дизельный. И у меня была Навара дизельная. Ну, конечно, я понимаю, что дизель не поприятнее в нашей стране. Но вот просто следующий шажок вперед. Ну, да, год-два еще я поеду на нем. Чего присматриваться и чего ждать. Ну, во-первых, приятно, когда вы позволяете своей машине выгуливаться по Европе. Это очень гуманно. Это как вот с любимой собачкой гулять в хорошем парке, а не по помойкам. Это абсолютно правильно. Потом все-таки у 150-ки есть дизель. И сейчас, если они к моменту, когда вы захотите купить себе следующую машину, доведут ее до ума, ну, в общем, вполне возможно, что вы получите приличный аппарат. Просто дождитесь рестайлинга. После рестайлинга, да, действительно будет получше. Либо, если вам нужно сочетание вот этого внедорожника и городского автомобиля, то поглядите, что там у Мерседеса происходит. Либо у Туарега. Потому что вот дизельный Туарег, например, трехлитровый на автомате, даже и на пневме, эта машина более универсальная. Она, с одной стороны, вам позволяет с оффроуд-пакетом, с понижайкой, с раздаткой, забираться туда, куда вы привыкли. Ну, почти туда, куда вы привыкли. Особенно если на хорошей резине. При этом у нее нормальный, хороший кузов, которому удобно, не нужно компромиссов. Ну, практически легковая машина. А уж в Европу... Ну, если тушу медведя туда засунуть, да, будет трудно тушу. Ну, иногда бывает. Иногда бывает. Ну, все-таки там багажник неплохой. Ну, у Паджеро, например, больше. У Паджеро совсем он архаичный автомобиль. Да, он архаичный, это абсолютно точно. Но... Паджеро Спорт рассматривал, тоже не вариант. Ну, Паджеро Спорт... В городе нету того, там, Порта. Вот этот... В Польцвагене у меня отношения, так скажем, с мягкой не очень хорошее. Ну, поскольку вы... Потому что было куча в Польцвагенах, как бы, Туврегу, да, начиная там с самых первых. То есть, в локации знакомых, друзей, все только плюют. Знаете, но вы в таком случае загоняете себя выбором в пользу двухсотки, а двухсотки – это все-таки несуразная машина. И особенно в Европу, когда вы на ней поедете. На охоте вы будете королем. Тем более... Двухсотка дизельная 4,5, которая как бы в налоги помещается. Но там уже и ценник соответствует. Конечно, конечно. И тем более вы, когда на этой штуковине въедете в Европу, но Европа вздрогнет от счастья. Она там такое не каждый день видит. Круче будет, если только вы патруля нового возьмете. Который, кстати, все-таки при всем притом остался внедорожником. Ну, вот патруль, да, конечно, интереснее даже, чем двухсотка. Но, опять же, да, вопрос упирается в цену и в потребительские свойства. Жалко, чтобы уехать по лесу. А на патруле тем более. Ну, знаете, если по лесу жалко, обклейте его пленкой прозрачной. Вы знаете, наверное, в Москве есть единственная фирма, эту услугу предлагают очень многие, но фирма, на самом деле, в Москве одна. Единственная. Они сняты на коровьем валу. Это те, кто принес эту технологию. Вот они умеют обклеивать. Их пленка не отваливается. И с этим можно соваться в лес. А все остальное, да, лукавство. Но смотрите, вы себя загоняете в поиски компромисса. У вас на сегодняшний день приличная машина. Поэтому, в принципе, конечно, продолжайте мониторить рынок. Но не торопитесь. Расставаться вас с этой машиной ничто абсолютно не подталкивает. Ну, да, 4 литра. Ну, европейского хорошего бензина. За годик, за два. Сейчас посмотрим, что произойдет у Мерседеса. Потому что ГЛК уже требует определенного либо апгрейда, либо смены. Ну, МЛК, не знаю, насколько она вам подойдет. У японцев сейчас тоже будет что-нибудь свеженькое. Перерыв на новости. Вернусь к вам. Телефон в студии 6510996. Нельзя сказать, что телефон раскалился от ваших восторженных вопросов. Вопрос сайта. Греть или не греть автомобиль в морозы? Если да, то как долго Олег Ford Focus 2? Извечный вопрос. В Москве он абсолютно не актуален. В нашем климате. Вообще-то он не сильно актуален везде, где не бывает тридцатника. На современном автомобиле, на современном двигателе мотор греть не надо. Чем быстрее вы тронулись с места, тем быстрее вы вывели двигатель в диапазон рабочих температур. Ключ на старт. Сразу поехали. Вот если за бортом минус 30, или, например, минус 40, или, предположим, минус 50, или минус 60. Да, здесь, пожалуй, нужно греть, хотя, согласитесь, если у вас на улице минус 60, вы, наверное, просто мотор не глушили. В остальных случаях все, ради чего существует современная химическая промышленность, производящая моторные масла, срабатывает на первом обороте коленвала. Вот это мгновение, вот это секунда, когда стартер за маховик проворачивает коленвал. Вот только тут сказывается качество масла, состояние двигателя, и вообще вся та инженерная ситуация, которой вы владеете. Ключ на старт, один оборот, дальше на втором обороте уже пошел впрыск масла, уже начинается размазывание по стенкам цилиндра, вы поехали, и все работает у вас замечательно. Поэтому не надо греть. Вопрос, сколь долго, вообще, нисколько, недолго. Игорь, здравствуйте. Алло, Игорь. Добрый день. Здрасте. С прошедшим восторником. Спасибо. Вопрос такого плана, концептуального. Смотрите, значит, меня с недавнего времени посадили на праворудхе. За что же вас так? Игорь, вы в Москве? Да. Так. Какая диверсия, однако, с вами произошла? Да. И еще настолько понравилось, что на данной секунде не могу прямо вот придумать аналога соответствующего опыта мне качества. О, Игорь, то есть болезнь прогрессирует. Вообще, а быть... Это не весной произошло, прошлое, нет? Когда... Это год, два с половиной года назад. А сезон-то какой был? По весне это произошло с вами? Или по зиме, летом? Ну, скажем так, подсадили весной. Все-таки весной. Но активно пользуюсь, научился с задним приводом нормальный ездить, доносами и так далее. Да, весна. Знаете, по весне это вот как раз авитаминоз. Хочется либо профессию поменять, либо жену, либо ориентацию. Некоторые меняют руль. Вы перешли на правый. Я вот сдержался, знаете. Тоже иногда хочется на волю в помпасы. Так, и что у вас теперь в анамнезе, кроме правого руля и заболевания? Собственно, я теперь нахожу только плюсы в правом руле. Ну, да, то есть, во-первых, выходишь не на дорогу, а на бордюры, там ездить, не знаю, мне бы абсолютно удобно. Зарезно встал вопрос, то есть, если что-то менять, если на что менять, потому что посидел А4, не понравилось вообще. То есть, ну, блин, везде пластик, ничего хорошего. То есть, ну, чтобы у вас понимание, то есть, посадили меня на Глорию, Гранд Туризма, я сам езжу на Лауреле. Ух ты! Да. Ну, что? На что? Ну, Игорь, у вас, кроме зеленого угла, в принципе, больше ничего нет. Что туда привозят этот знаменитый рынок города Владивостока? Вы там, кстати, не были никогда? Ну, вот, люди, которые мне покупали, как раз оттуда. Ну, понятное дело, что это главные ворота проникновения в нашу страну всего правого руля. Цены там абсолютно зверские. То есть, вот этот миф о дешевых японских машинах наша таможня уже вместе с правительством прикончили. А так, ну, вы по картинкам можете выбрать себе следующую красотулю, потому что Лауреле, это, конечно, и эстетика, ко всему прочему. Эта машина привлекательная. А вот так вот, как можно, сидя в Москве, сейчас нафантазировать себе будущий автомобиль? Никак. Вот сердце пронзит, эта красотка, пришедшая в зеленый угол, тут же вы пальчиками щелкнули, набрали, про нас искали, ну, ребята, я хочу. Вот я тут москаль клятый сижу, жду, когда вы меня на сетку погрузите и привезете. И что это будет? Аналога Леворукова такого же уровня у меня нет. Леворукова? Ну, знаете, если только к каким-нибудь Лексусам вы отправитесь, может быть, вы что-то подобное найдете привычное, вот только так. Ну, может быть, конечно, у Хонды, но под Европу, под Америку машины делаются не с тем трепетом и наслаждением, которое делают японцы для внутреннего рынка. Самый такой вот требовательный, самый жадный до опции и до вежливого подхода к себе клиент на планете земля, это японский клиент. Поэтому, конечно, внутренняя промышленность, она делает для своего внутреннего рынка совершенно другие машины, не подходящие для нас с вами. А вас, поскольку болезнь это пронзило в самое сердце, то, Игорь, ну, ищите себе следующую женщину мечты. с правом рулем. Спасибо. Вот в такой болезни советов быть не может. Врачи советуют, что, ну, там, компресс на лоб, может быть, там, лидол под язык, а вы смотрите сайт зеленого руля, зеленого угла с правым рулем. Светлана, здравствуйте. Да, здравствуйте, Сергей. Я хотела бы вот спросить вашего совета. Я сейчас, ну, как бы учусь водить машину, ухожу на курсы, и хотела бы, если в дальнейшем приобрести автомобиль. Ну, что-то вот для женщины начинающей, скажем так. И у меня бюджет вот 450 тысяч, вот, я бы хотела купить машину новую, не на вторичном рынке. И вот, ну, скорее всего, это автомат. Вот, кроме Жигули, ну, в смысле, Лады, вот, что вы мне можете посоветовать? Светлана, ваш нынешний социальный статус уместно назвать нашим древним русским словом курсистка. Вы сейчас как-то расходите на курсы, и вы прилежно изучаете этот корявый мужицкий мир, страшный и пугающий, но завораживающий. И вы вступите на тропу войны с мужиками, и там будет поначалу очень страшно. У вас какие-то специальные транспортные задачи стоят, Светлана? Вам нужно как-то фикусы на дачу? надалекие какие-то переездки нет. Я бы хотела вот иметь машину, ну, может быть, ну, конечно, для города ездить, ну, и, может быть, там, куда-то вот на дачу выбраться, ну, за город, скажем так. Ну, это будет, ну, скажем так, не постоянно. Свет, а у вас габариты, вообще чувство автомобиля уже появилось? Вы представляете, насколько вы в этом отношении будете хорошим водителем? Потому что некоторые женщины... Вы знаете, еще нет у меня таких ощущений, я еще пока изучаю практику, вернее, теорию, но уже подумываю, что надо же все-таки автомобиль какой-то в дальнейшем приобретать, иначе какой смысл иметь права? Да, Свет, во-первых, у меня тревожное ощущение, что вы ошиблись автошколой, потому что в хорошей автошколе человек начинает одновременно и теорию, и практику. У меня есть знакомая автошкола, в которую я отправлял всех своих женщин, она называется Кабриолет, у нее никогда не бывает никакой рекламы, вообще никакой, у них есть только сайт. А как же ее найти? Кабриолет, наберите в интернете Кабриолет. В интернете? Да. Кабриолет. Когда все мои женщины приходили в этот Кабриолет, их прямо с порога аккуратно брали, так в объятии говорили, ну вы ездить-то будете? Он говорит, да, вот мы тут документы, да нет, вы документы успеете, вы ездить будете? У нас по ГОСТу человек допускается к экзаменам, если он имеет 28 часов за рулем, но за 28 часов нельзя научиться водить машину, а в Кабриолете люди, которые учатся, они имеют 100 часов, 120 часов, 130 часов, они с этим багажом приходят на экзамены. Представляете себе, какой уровень у них. Конечно, причем в Кабриолет он живет по принципу, мы учим людей не экзамен сдавать, а ездить с таким расчетом, чтобы нам было самим не страшно рядом с вами. Поэтому 28 часов недостаточно. Габариты, чувство автомобиля, это очень важно. И дальше смотрите, какая вещь, если и свет, вас не научат по какой-то причине вот этому ощущения, а это очень важно при парковке, при маневрировании, значит, вы будете вынуждены свою первую машину купить, очень неплохую, маленькую, но она на нашем рынке не бывает на автомате, потому что эта машина называется Deumatis. Она стоит 200 тысяч, она на ручке, но она верткая, она неубиваемая, если вы на ней провалитесь в колодец, она не сломается, если вы на ней заедете на бордюры, она не погнется, но зато она по габаритам настолько удобная, что вы сможете вот вступить в автомобильную жизнь, тем более к жестоким мужикам, которые щадить вас на дороге не будут. А какая фирма производит эту машину, Deumatis? Deumatis, эта фирма называется Deumatis, это корейская, да, да, в, у, она пишется, да, Deumatis, и она узбекская, немножечко корейская, и самая малость американская, потому что это теперь уже Chevrolet, но Matisic, он, во-первых, сэкономит вам бюджет, во-вторых, он даст вам первичные навыки управления, и что самое главное, вы научитесь ездить на ручке, вам это не понравится, потому что все ваши подружки ездят на автомате, но зато вы, через какое-то время, Светлана, вот через какое-то время, вы купите себе, например, гоночный Nissan Z, а он, а он только на ручке, и ваши подружки будут говорить, Светочка, ну прокати, ну нам же хочется, да, девочки, так уж и быть, а потом вы купите себе какой-нибудь брутальный пикап, который тоже на ручке, вы скажете, барышня, ну что, на дачу или на охоту, он скажет, Свет, ну только с тобой, а у вас будет этот устойчивый навык, либо вы уходите в сторону каких-нибудь машинок, там, типа Citroёn C1, Peugeot 107, они на роботе, они маленькие, но просто, они как раз начинаются с отметки в 450 тысяч, и вы получаете неплохую машинку, но, в принципе, то же самое Deo Matisse за 200, на ручке, вам будет полезней, лучше, и самое главное, он не так ломается, как любой европейец, потому что он простой, как умывальник, а если вы еще, а по цвету, посмотрите, какие матисики, они же как воздушные шарики, а он же, он же вас украсит, вы едете в Deo Matisse, а все смотрят, говорят, какая барышня едет, как интересно, отдать подоконку, а большую машину, вы все сможете купить всегда, но тогда, вот предположим, что вас научили в автошколе, вы чувствуете габариты, вы понимаете, где у вас передний бампер, где у вас правое заднее колесо, тогда гляньте на такую штуковину, как Renault Sandero, она стоит под 400 тысяч, она повыше, покрупнее, и на этой штуковине, вы нормально тоже можете, промахнуться мимо колодца, прыгнуть куда-нибудь на рельсы, она это просит вам, просто она в два раза больше, чем Matisse. Я поняла, в общем, мне сначала надо, в общем-то, поменять школу, потому что я чувствую, что у меня, конечно, в общем-то, листать книжечку, это одно, а сесть за руль, это совсем другое. Свет, вы когда будете в этот кабриолет звонить, вы спросите, кто ведет теорию и где преподает знаменитый БГ, у него инициал, его зовут Борис Георгиевич, БГ, да? Да, БГ, это человек, который читает лекцию о правилах дорожного движения так, что вы даже понимаете, что он вам говорит. Это редкий талант преподавателя быть понятым аудиторией. И вот у них несколько филиалов, вам нужен тот филиал, в котором преподает БГ, нужно прийти только к БГ и слушать только БГ. После этого вы будете понимать, зачем придуманы эти правила. И после того, как вы сразу начнете практиковаться, вы получите представление о том, как вообще в принципе устроено вот этот бардак на дорогах под названием дорожное движение. И с машиной тоже будет чуть проще. Потому что, когда вы сели за руль машины, машина не покоряется, правила не покоряются, люди не туда едут, светофоры не так светят, все неправильно. А теперь у вас будет возможность. Машину вы знаете, технику освоили, автомобиль купили, никаких проблем. Светлана? Никаких проблем. Спасибо, Сергей, спасибо, низкий вам поклон. Успехов вам. Ну, вы уж меня простите, но время мое истекло. До завтра. Спасибо.